Вышли прогуляться, у нас так скользко, ночью сначала был снежок вечером, потом дождь, сейчас такая скользота, ветер, сейчас я вам покажу, красавца, это те, которые сбежали от хозяйки, она с ребенком, я говорю, а как же вы теперь их будете искать, она, что я с коляской побегу за ними, ну нашла, нашлись, парочка, вот как скользко. Слава впереди, а я за ним плетусь. В парке уборка, уборка опять высаживает. Начались и Ирпенские прогулки. Ты скажи, а что тебе сказала эта женщина? Она по озеленению, пишите заявку, может быть ее рассмотрят, туда-сюда, но если они изначально сделали так, маленькими шашками, вот, если они изначально насыпали на спортплощадку гравий, они постелили, ну, наверное, у них тогда не хватило денег на спортплощадку, а сейчас денег в бюджете нет. Смотри, Слава, это дом, крыша уже какая красивая. Так что они к Новому году, может... Ты будет, видишь, эти желтые, желтые, желтые. А там же с той стороны, это, как делают, скажи мне. А там отличаются. А там серым, серым этим, плепластинами. Потом, наверное, покрасят. Нет, нет. Так серое останется. Так и останется, делают. Мне нужно подойти ближе, посмотреть, поэтому... Ну, сейчас так скользко, что сильно не разгуляешься. Так, тут видишь, как торец прошел, немножко подчистил. Но все равно. Славик говорит, что 6 штук пончиков сколько? 39 гривен. Ну, 40 гривен, грубо говоря, да? А в Харькове в 70-е годы от ресторана театральный была пончиковая. Кто харьковчане, они должны помнить, где центральный этот... Ну, магазин Никольский, выезд с... Как это, подъем был с Московского проспекта на Пушкинскую. И на углу стояла эта пончиковая. 4 копейки штучка. Ой, ты вспомнил? Да, и весь исполком. Ну, как, я туда, я в театральном работал, зам директора. И я возил туда муку, я возил туда масло, я возил туда джемы, пудру сахарную. И ее посыпали пудрой сахарной. Там в детском мире вот этот вот кафешка, бутылки воды была. Тоже, это тоже был от ресторана театральный. Вот, там туда завозил згущенное молоко по 200 ящиков на месяц. А там такая проходимость была. Ой, что-то кто-то потерялся. Сейчас почитаем. Сгубился песик. Ой. Какой песик сгубился. Ой, какой красивый песик. А, в районе набережной. А, ну это далеко от нас. Ну, и тем не менее, может, знаешь, кто-то подобрал. Подбежал, побежал. И он с поводком поводок поймали и повели к тому. Ну, да. А тут не так, нет скользкой тут. Нет, ничего не мало. Ничего не... Ну, у тебя шероховатая подошва, а у меня гладкая. Тем более хорошо ходила. Когда гладкая подошва. В парке людей мало, видишь как. Или детки, наверное, уже спать пошли днём. Сырой ветер, вот в чем дело. Если б был морозец, то, может быть, легче было. Ну, неизвестно, что будет ещё вечером. В Харькове, видишь, в Харькове передают сильный ветер. И дождь сейчас, Максим, скажи. А завтра, по-моему, там плюс восемь будет или семь. Всё потечёт, да? Так нет, там снега нет, Харькове. Я вчера выезжал, утром ехал на вокзал. Солнце, ты говоришь, было, да? Да, и не, ну, уже в поезде ехал солнце. А я же ехал темно было. Без 27, здрасте, я без 27 на вокзал приехал. А как эти турникеты проходить? Быстро прошли? Ну, никого не было практически. Понятно. Там сразу два. Вот, и у меня такое вообще впечатление, что там эти турникеты чисто формальные. Я бы не сказала, потому что всё... Конечно. Харьков, прифронтовой город. Не, уже на дорогах, на многих местах убирают эти блоки с дороги. Да? Да, они уже не нужны в Харькове. Уже об этом говорят, что они только создают проблемы. Ну, ветером... На многих проспектах уже убрали. Смотри, уже окна поменяли. Да, 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 да. Это у нас санаторий для сердечников. Загородили заборчиком сначала. Хотя вся эта территория тоже когда-то принадлежала этому санаторию. Но он отдал безвозмездно парку. И там потихоньку-потихоньку приводится всё в порядок. Потому что я как-то спрашивала. Мне сказали, что именно лежачих мест там очень мало. В основном приходят на дневной стационар лечиться. Ну, а сейчас, наверное, увеличат. Снимай квартиру, снимай где-то с людьми. Приходи на лечку. А тут, конечно, ещё до конца, видишь, не сделали. Кусочек остался. Один верхний этаж. А так уже всё. Ну, потом только фасад останется. Я так думаю, что там нет хозяев. Может быть и такое. Понимаешь, и что дальше? Как войду? Не, ну так, Славик, там побиты все двери, всё на свете. Там, ты же видишь, что пусто. Я думаю, зайти могут. Просто ещё время не дошло. Мы гуляли, мы гуляли. Я говорю, Слава, идём посмотрим, что тут с прудиком. Прудик замёрз. Веток набросала, это когда ветер был. Вот такой прудик. Всё замёрзло. Ледышечки. У меня сломалась моя селфи-палка, держатель, этот штатив. Пошла в магазин, чтобы купить. А там такое всё хлиптенькое. В общем, короче говоря, опять надо заказывать на Алиэкспрессе. Это долго ждать, но что делать? Гляньте, как всё тут замёрзло. Смотри, там скользко. Нет, нет, тут не скользко, Слава. Тут не скользко. Сколько набросало веток. Вот эти все камни, так понимаю, сюда привозили. Брёвнышки выкладывали. На вот этих вот камешках... Сейчас я подойду ближе. На вот этих вот камешках. Вот на этом особенно. Вот на вот этом. Очень все любят фотографироваться. По-моему, даже моя Яся с Жорой, когда у них свадьба была, они тоже, по-моему, на этом камешке стояли, фотографировались. Вот такой у нас прудик замёрзший. Но сейчас уже идёт на минус. Мы выходили, было ещё плюс, а сейчас уже идёт на минус. Славочка один. Парк пустой, Славочка один. А прудик мелкий и уже как бы замёрз. Ну, детвораж летом там бегает по этому прудику. Листья уже опали. Мангалы все свободные. Ещё видишь, листва немножко осталось. Я думаю, если такая погода будет в субботу-воскресенье, то придут... Что такое шашлык возле мангала? Тепло, хорошо. 50 грамм. Вот, молока. Тёплого. Глинтвейн горячий. Ну, глинтвейн, да. Шашлык. Идём сюда. Ну, идём сюда. Это мы нагуливаем аппетит перед ужином, пока светло. Ну, скользовато. Ужина ещё очень далеко. Видишь, Слава, оно подмораживает. И немножко... Ветер холодный. Да, ветер холодный. Ну, не критично. Не критично. Не критично. Хорошо. Критично Сочи, Анапа, Анталия. Господи, плыли машины. Плыли дома. Такое страшное. Людей переворачивало. Люди летали. Машины переворачивало. Ветром переворачивало машины. Это что-то страшное. Из мир. Это стихия. Это стихия. Так это... Извините меня. Не Чёрное море, где циклон прошёлся. Это Атлантика. Как? Не Атлантика, а... Средиземное море. Средиземное море. В Батуми, Батуми, всё, что было на берегу, всё смыло. Показали, я вот смотрел вчера, Батуми. Ничего нет. Кошмар. А там такая красота в Батуми была. В Сочи по улице плавали машины, плавали дома. Подмыло всю железную дорогу местами. Ну, которая близкая. Там есть места из Дагомыси очень близко. Возле моря эта дорога насыпная. Да, да, да. В Анапе выбросила такой корабль. Да ты что? Да. А вот не лодку, а огромный-огромный корабль. Ой, ужас. Вот ужас. Ну, что делает природа? 8 метров, 8 метров волны. Да, я видела. Смотрите, тут уже всё осыпалось, вся арочка. Пустая. Ждём теперь весну. Ой, скользко, скалава, слава. Остановись. Вот смотрите, сейчас покажу вам, какой гололёд на лавочках. И такой же на дороге. Слава по траве. По траве не так скользко, да? Да. Так, сейчас мы ещё зайдём в АТБ. И, пожалуй, наша прогулка и закончилась. Там у нас продолжают насаживать. Продолжают... Не почищено, мой дед. Не почищено? Да, да, да. Продолжают высаживать зелёные насаждения, чтобы было красиво. Главное, чтобы они прижились и весной были в целости и сохранности. Детвори, ничего не по чём. Иду и боюсь не грохнуться. Ух ты, молодец! 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 Молодец!